Выборы в местные органы власти продемонстрировали значительный шаг вперед и по части организаций, и в плане активности жителей, считает глава региона. Явка на этих выборах оказалась на 50% выше, чем та, что была два года назад на выборах депутатов Гордумы в Тольятти. Губернатор отметил, процент проголосовавших в Самарской области выше, чем в других регионах страны. Если брать сейчас сравнить по стране, мы видим губернаторские выборы на уровне где-то 27-35% большинство регионов с такими результатами. Там, где избирали губернаторов, там, где избирали ЗАГС-собраний. Если идти по этой схеме, город и село у нас, то у нас результат в полтора раза больше, чем у других регионов. По данным Экзитпулов, существенным отрывом лидирует партия «Единая Россия». Мы ожидаем, что «Единая Россия» наберет больше 70%, больше 70% в целом по области. И это результат будет такой, которого, естественно, никогда в истории не было, и он может оказаться одним из лучших, если не лучший в стране. В Самаре и почти по всей области в районы и советы войдут представители всех четырех парламентских партий, что Николай Меркушкин тоже оценивает как плюс. Мы были заинтересованы и до выборов, и сейчас, и впоследствии, чтобы парламентские партии были представлены. Были представлены и на районном уровне, и максимально представлены и на городском уровне. В целом выборы прошли спокойно, рассказал губернатор, но не обошлось без провокаций. С 20 часов и до закрытия участков у наблюдателей от «Единой России» и КПРФ были блокированы телефоны. В Кировском районе и у администрации, и у всех наблюдателей от партии «Единая Россия», и у всех ответственных полностью блокирована была связь. Шли потоком звонки, нескончаемые звонки с разных стран, с разных территорий. Это частично имелось в других районах, и это применялось в том числе не только против кандидатов «Единой России», это применялось и против кандидатов от КПРФ. Представители власти сразу же обратились в ФСБ, чтобы разобраться в ситуации. На результаты голосования эти провокации не повлияли. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События.